В конце марта по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе начался месячник благоустройства. Свою лепту в этот почин решили внести и члены Российской коммунистической партии, посетившие музей-заповедник Горки-Ленинский. Встречали гостей представители руководства музея и глава Ленинского района Валерий Венцель. Делегацию коммунистов возглавил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Я еще раз хочу всех нас поздравить и пожелать всем нам с вами успехов, удачи и побед. С субботником вас, уважаемые товарищи! Сотрудники музея-заповедника любой помощи рады, ведь площадь учреждения 9,5 тысяч гектаров. После вступительной речи заместителя председателя ЦК партии собравшимся раздали инструмент и работа закипела. То, что в программе посещения усадьбы именно благоустройство территории заняло главное место не случайно, ведь первый субботник в молодой советской России прошел в 1919 году. Сто лет с первого коммунистического субботника, а ведь одним из сегодняшних лозунгов работы нашего музея является «Музей, сохранивший эпохи». Это одна из эпох нашего народа, нашей страны, которую мы также бережно сохраняем. После уборки и высадки деревьев делегации показали несколько экспозиций, размещенных в музее кабинеты квартиры Ленина в Кремле. Одна из них посвящена жизни и деятельности Надежды Крупской. Многие книги печатались не в Советском Союзе, а в Америке, во Франции, в Италии, в Испании. То есть интерес к этой книге был очень большой. В программе у делегации коммунистов не только посещение мест, связанных с жизнью и деятельностью вождя мирового пролетариата. Весь апрель у нас пройдет вот в этих работах. Мы приводим в порядок и памятники Владимира Ильича Ленина, и погибшим в Великой Отечественной войне, и другие знаковые памятники, которые во многом определили судьбу развития нашей державы. Закончилось посещение музея-заповедника возложением цветов к памятнику Ленину и фотографий на память. Виктория Филатова, Максим Козлов, Валерия Паце, Сергей Ларин. Видное ТВ.